здравствуйте мои уважаемые подписчики и просто зрители сегодня у нас в работе блок срс от land cruiser prado и от него же датчик положения рулевого управления это все мы будем восстанавливать машина после удара здесь висит краш датчик положения естественно в аварийном моменте стоит заблокировался показания не меняет сегодня мы его будем разблокировать а также убирать краш делать это мы будем с помощью датчик с помощью up a usb новая упа и и калькуляторы а блок срс будем делать с помощью md флешера его модуля toyota для того чтобы нам поправить дамп в микросхеме 93 c66 нам нужно открыть этот датчик значит сначала мы откручиваем вот этот болтик затем начиная вот отсюда вот с этого места мы потихонечку открываем датчик очень аккуратно потому что эти ушки они хрупкие открываем дальше открываем вот здесь подсовываем вот в это ухо и и вот в это и теперь среднюю все у нас уже появилась здесь все мы его снимаем снимаем аккуратно чтобы шестеренки остались на месте плата крепится на разъеме вот она вот разъем нас интересует вот это вот микросхема вот она 93 c66 давайте ее выпаивать первая ножка на нашей микросхеме вот здесь она обозначена включаем паяльную станцию фен берем 350 градусов и нагреваем все микросхема отпаяна вот она убираем штатив пока он нам не нужен обязательно берем за правило микросхемы всегда надо очищать то есть ножки обязательно нужно почистить до блеска для правильного считывания и записи информации как с одной стороны так и с другой вот до блеска буквально все микросхема готова к установке в постельку постелька для микросхемы адаптер у нас самодельный вот это я сам делал для упы под 93 серию здесь как раз вот отмечена первая ножка вот этой точкой на микросхеме обозначение у нас вот здесь вот точечка стоит ее видно и мы ставим . ее вот сюда вот таким вот образом и прижимаем все наша микросхема у нас в адаптере теперь достаем упа usb new вот она и втыкаем сюда переходник вот вставляем вот наш переходник под и про открываем упа usb так смотрим датчик сас пользуемся скриптами от софт дампа калькуляторы купа usb а также сам программатор купа usb вы можете приобрести на сайте софт дамп вот здесь все написано какие кальки пакеты скриптов евро сейчас на рубль перейдем посмотрим так вот в рублях вот это вот сумма это все кальки все существующие калькуляторы апдейт стоит 720 рублей всего апдейт можете делать в любое время то есть вот сюда в этот пакет входят и спидометры и эрбеги и датчики поворота руля так вот программаторы программатор юпай usb тоже продается здесь обновиться вы можете с сайта элрософт сейчас эти программаторы новые требует активации пока когда покупаете в элрософт вам дается пароль доступ к сайту и уже скачиваете программу обеспечения оттуда вот а по скриптам именно сюда здесь пожалуйста можно все что угодно приобрести вот списке есть описание список скриптов вот они актуальная версия скриптов можете посмотреть и там уже решить для себя что вам конкретно надо может вам нужен полностью весь full а может быть просто какой-то определенный airbag или еще что-то все можно купить даже по одному то есть вот так пользуйтесь скриптами значит смотрим номер у нас номер восемьдесят девять двести сорок пять семьдесят четыре ноль десять открываем сас открываем тойота семьдесят четыре ноль десять вот она тойота соответствует открываем и нажимаем чтение сохраняется автоматический бэкап на рабочий стол вот пишет есть ошибка что нам нужно сделать нам нужно нажать кнопочку clear вот он стер вставил данные обнулил датчик теперь пишет ok и записываем все это уже в датчик положения мы отремонтировали давайте сохраняем его. Напишем чистый на рабочий стол. Вот мы этот датчик сохранили. Давайте посмотрим, какие адреса поправил нам наш калькулятор. Вот эти адреса поправлены. Вот вы сами видите, обнулено все и готово к установке на автомобиль. Также после правки дампа нужно прочитать help. Нажимаем на help. Вот пожалуйста help, как нужно правильно поставить этот датчик и как нужно все сбросить и сделать оборудованием. Здесь все описано. Также на английском языке есть. Также есть help, как устанавливать шестеренки. Все здесь на help есть. Теперь давайте микросхему запаивать назад и датчик у нас готов. Ставим нашу микросхему на позицию в районе первой ножки. То есть первая ножка здесь точечкой обозначена. Вот так мы ее и позиционируем. Все микросхема запаяна. Удаляем остатки флюса ваткой. Аккуратно снимаем нашу плату из приспособления. Откручиваем пружинку. Откручиваем движущий элемент. И вот плата у нас в руках. Собираем все в обратном порядке. Шестеренки мы не крутили естественно. Значит, закрепляем сюда в разъем. Вставляем нашу платку. Вот она стоит. И сверху ее накрываем уже пластиковым кожухом. Там есть направляющий. Как следует защелкиваем. Вставляем болтик. Все, датчик угла поворота рулевого колеса готов. То есть мы его обнулили и теперь можно его программировать на машине. Теперь давайте делать блок SRS на эту же машину Land Cruiser Prada. Нам его нужно разобрать. Разобрать нужно для того, чтобы потом после чтения флэш нам блок ввести в бут режим и уже стереть епром и залить флэш обратно. Откручиваем болты. Крышечку открутили. Вот наш блок. Вот так он выглядит. Давайте посмотрим подключение нашего блока. По какой схеме. Значит, у нас получается здесь два маленьких ряда по четыре контакта мы видим в ряду. И один большой с левой стороны. Значит, здесь верхний не соответствует. Здесь четыре. Вот наш блок. Вот этот вот. Два ряда по четыре. И один это значит плюс. Канлол, канхай и грунт. Давайте подключим. Так, подключаем плюс. Раз, два, три. Сюда вот мы подключаем минус. То есть контакт пятый. Раз, два, три, четыре, пять. Снизу. Значит, сюда нам нужно подключить канлол. С тоненькими разъемами. Канлол. Так и канхай. Канхай третья. Вот сюда вот. Вот у нас вот так вот получилось такое подключение. Вот такое. Как на картинке. Все, сейчас можно подключаться и делать идентификацию и читать флеш. Давайте посмотрим, как потом нам перевести в режим бутмод наш блок. Смотрим плату. Так, у нас плата вот такого образца. Давайте смотреть. Так, это не наша плата. Вот наша плата. Вот нулевой резистор стоит. Вот он. Нулевой резистор. Его будем выпаивать и по схеме ставить резистор сюда. Я ставлю обычно на 10 кОм. И уже будем в бутмод записывать флеш. Стирать япон. Открываем MD Flasher. Выбираем адаптер. Scanmatic 2. Вот он у нас. Включаем зажигание. Не забываем ставить терминатор на 120 Ом на каншину. Открываем SRS. Смотрим Toyota. Denso. Выбираем процессор 1721. У нас он такой. И делаем идентификацию блока. Вот пожалуйста идентификация выполнена. Номер блока и ошибки, которые сейчас в блоке существуют. Давайте читать флеш. Флеш прочитано. Флешер предлагает сохранить ее. Сохраняем ее на рабочий стол. Эту флеш потом будем записывать. И теперь нажимаем стирание флеш по OBD. Вот он пишет. Теперь поставьте резистор и переведите блок в бутмод. Ок. Выключаем питание блока. И сейчас проверим стерлась ли у нас флеш. То есть идентификации быть не должно. Включаем зажигание. И делаем идентификацию. Все, блок на связь не выходит. Значит флеш мы стерли правильно. Давайте переводить в бутмод. Вот по этой схеме переводим в бутмод. Сейчас отпаиваем нулевой резистор. И ставим резистор на 10 кОм. Вот сюда. И вот сюда. Наша плата как обычно в лаке. Нужно лак очистить. Хотя бы от двух элементов. От конденсатора. От этого. И от резистора нулевого. Который мы будем отпаивать. Погреем немножко лак феном. Возьмем ацетончику. Или любой другой жидкости, которая растворяет лак. И немножечко вот так вот вытрем. Теперь давайте отпаивать нулевой резистор. Вот он у нас. Кладем его, чтобы не потерять. Даже если вы потеряли резистор. В принципе это резистор нулевого сопротивления. Просто перемычку ставите и все. Даже если потеряли. Теперь давайте подготовим место к пайке резистора на 10 кОм. Вот сюда мы его будем запаивать. И вот сюда. Вот его место. Так. Одна нога на конденсатор. А вторая. Вот сюда вот. На выход reset. Все. Резистор готов. Так. Резистор мы запаяли. Включаем. И Таня на блок подаем. И нажимаем вход. Все. Блок вошел в бут моды. Стираем епром. Епром у нас стерт. И теперь нажимаем запись. Выбираем флэш, которую мы сохранили на рабочем столе. Вот наша флэш. И нажимаем записать. Сейчас делают верификацию записанной флэш, о чем свидетельствует надпись. Отключите питание на 30 секунд и заново включите. Так. 30 секунд прошло. Включаем. Зажигание. И выключаем. При отключении зажигания. То есть питание. Блок сам выходит из бут моды. То есть можно нажимать выход при включении зажигания. Можно и не нажимать выход. Выключили зажигание. Он вышел из этого состояния. Теперь отпаиваем наш резистор. На 10 килоом который. Вот он. И на это место ставим нулевой резистор, который мы отпаивали. Все готово. Давайте включим блок на столе. И сделаем идентификацию. Включаем зажигание. И делаем идентификацию. Вот пожалуйста идентификация выполнена. Сейчас сотрём ошибки. Выключим блок. Опять включим. И сделаем идентификацию. Все ошибки, которые были. Вот у нас. Тысячная. Все это стерлось. И ничего больше нет. Ставим блок на машину. Подключаем все подушки. И все будет работать. Собираем наш блок. Вот так он вставляется. Сверху кладется крышечка. И болтики. Все блок закручен. Все сделано. Можно ставить на машину. Также и вот этот блок. Сегодня мы делали Land Cruiser Prado. Обнуляли датчик положения руля. Убирали краш из блока. Работа выполнена. Всем крепкого здоровья. Успехов в работе. И всего самого-самого наилучшего. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok